В прошлой серии мы обработали и покрасили конструкторы ножей с Кейс Гоу. Сегодня мы сделаем то же самое с резинкострелом ГЛОК-18. Чью сборку вы можете посмотреть по ссылочке в описании к видео. Ну а мы начинаем. Вот собственно наш пистолет. Всё здесь очень квадратное, но сейчас мы это исправим. Наждачной бумагой скругляем рукоять, делая её как можно удобнее. Если это сделать неправильно, то от длительного пользования можно получить мозоли. Проверено на личном опыте. Помимо закругления рукояти, нам предстоит обработать углы затворной рамы, спусковой крючок и другие квадратные места. Но и это ещё не всё. Излишки клея, если они есть, и перепады в слоях пистолета ни в коем случае оставлять нельзя. Поверхность должна быть ровной и самое главное гладкой. Забыл вам сказать про магазин. После склеивания он оказался слишком толстым для шахты и пришлось немного снять лишнюю толщину напильником. Если у вас возникла подобная проблема, можете сделать то же самое. И у меня для вас есть прикольная идея. Можно отпилить от магазина некоторую часть, оставив немного для того, чтобы он удерживался в пистолете, и в созданное пространство складывать резинки. Это намного удобнее, чем вынимать их из кармана. Допустим, вы играете в войнушку. Потратили резинки, переворачиваете пистолет, вынимаете магазин и достаёте новую партию боеприпасов. Кроме всего этого, я бы хотел сделать антискользящие линии на накладках рукояти и на затворной раме. Но они уже есть, лазер всё сделал за тебя, скажете вы. Они почти не чувствуются, а краска и вовсе их может закрыть. Поэтому лучше углубить их надфилем или напильником. Магазин и сам пистолет следует загрунтовать моющейся краской. Она создаст хорошую укрывистость и не позволит аэрозолям впитываться. Затем, после полного высыхания, закрываем затворную раму малярным скотчем. Туда не должна попасть краска и сейчас расскажу почему. Красить пистолет будем в скин-реактор. Самый крутой, на мой взгляд, для этого пистолета. А как вы знаете, затвор там должен быть жёлтым, а всё остальное чёрным. И если чёрная краска попадёт на затвор, жёлтый цвет не сможет это закрасить. Поэтому отнесёмся к этому ответственно. Переходим к самой покраске. Сначала наносим на пистолет чёрную полуматовую аэрозоль. Магазина это тоже касается. После того, как краска полностью высохнет, закрываем малярным скотчем все чёрные части, оставляя лишь затвор, и прокрашиваем его в жёлтый цвет. Затем местами наносим чёрный. В картонке я вырезал знак радиации канцелярским ножом. Остаётся прикладывать его в нужные места и наносить краску. На чёрном фоне должны быть жёлтые знаки, а на жёлтом, соответственно, чёрные. Смотрите, какой шикарный ГЛОК-18 в скине реактор у нас получился. И всё это мы сделали своими руками. Теперь ГЛОК-18 радует нас не только возможностью стрелять резинками, но и своим внешним видом. Понравился видос? Ставь лайк и делись им с друзьями. Всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!